Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Нина Саакян. Сегодня вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на юго-западном направлении линии соприкосновения, применив стрелковое оружие и миномет. Около 12-20 азербайджанская сторона выпустила телесноряда из миномета калибра 60 мм по одной из позиций армии обороны. Армянская сторона потерь не имеет. О нарушении режима прекращения огня было сообщено командованию миротворческого консингента Российской Федерации. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения армии обороны сегодня периодически открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Шушинского и Аскеранского районов Республики Арцах, является очередной дезинформацией. Об этом сообщает Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах. В сообщении также отмечается, что Министерство обороны Азербайджана, пытаясь обосновать ежедневно фиксируемыми свои подразделениями нарушения режима прекращения огня, продолжает искажать реальность, в очередной раз заявляя о якобы срыве инженерных работ в направлении Марта-Керта, Мартуни, Аскерана и Шушин. Подразделения вооруженных сел Азербайджан вчера 22.50 и стрелковое оружие различного калибра открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Кахакни, применив также миномет. Пострадавших с армянской стороны нет, сообщает Министерство обороны Республики Армения. Президент Республики Арцахар Экрутен продолжает встречи с представителями различных кругов общественности, членами неправительственных организаций, сотрудниками системы государственного управления. На прошедшей неделе президент Арутенян встретился с учеными и студенческими советами государственных и негосударственных вузов, представителями спортивных структур, работниками сфер здравоохранения, градостроительства, территориального управления инфраструктур, членами общественного совета. В ходе встреч глава государства прокомментировал положение своего послания о 23 мая, представил военно-политическую ситуацию вокруг Арцаха и рассказал о дальнейших действиях, направленных на преодоление внутренних и внешних вызовов. Вчера в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении Николы Пашняна и президента Российской Федерации Владимира Путина. «Мы регулярно встречаемся. Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и переигональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече», – сказал Путин. В ходе встречи Никол Пашнян также поднял тему ситуации в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электричества. Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно напряженной. Поставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченный объем. Пашнян констатировал, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова коснулась посредничества Европейского Союза в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Отмечаем абсолютно политизированный и конъюнктурный характер посредничества Евросоюза в армяно-азербайджанских отношениях, где во главу угла поставлено нежелание поспособствовать стабилизации, а идеология стремлений вытеснить Россию. Один из конкретных примеров – маловыразительные результаты деятельности миссии Евросоюза в Армении, заявила Захарова, отвечая на вопрос в связи с последним заявлением сопредседателя ЕС по диалогу между Белгородом и Приштиной. Министерство социального развития и миграции Республики Арцах сообщает о начале процесса приема онлайн-заявок на восьмое мероприятие по смягчению социально-экономических последствий блокады. В рамках мероприятия лицам, фактически проживающим в Республике Арцах, будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 40 тысяч драмов, за исключением лиц и военнохрущих, работающих по состоянию на 1 мая. Министерство призывает до подачи онлайн-заявления заранее ознакомиться с инструкциями по заполнению заявлений. Стартовал процесс регистрации онлайн-заявок бенефициара восьмого мероприятия по смягчению социально-экономических последствий блокады. Единовременная денежная помощь в размере 40 тысяч драмов предоставляется всем фактически находящимся в Арцахе лицам, которые по состоянию на 1 мая являются безработными. Для подачи онлайн-заявки необходимо зайти на официальный сайт Министерства социального развития и миграции Республики Арцах, выбрать окно онлайн-заявки на меры поддержки, войти в соответствующую программную среду и заполнить все необходимые данные. Лицам, получающим пенсии и ежемесячные денежные пособия, лицам, получающим ежемесячную денежную помощь на временное удовлетворение жилищных потребностей, а также лицам, фактически проживающим в общинах региона в Республике Арцах, за исключением районных центров, единовременная помощь, установленная в рамках мероприятия, будет оказана без подачи онлайн-заявки. Бенефициарами программы являются также лица, не достигшие 18 лет. Лица, работающие или находящиеся на военной службе и не являющиеся бенефициарами программы, могут зарегистрировать своих несовершеннолетних детей онлайн. Вчера в Тепанакерте было перво-июньское настроение. Тысячи детей собрались вокруг мемориала «Мы наши горы», чтобы принять участие в культурно-развлекательном мероприятии. Мероприятие было инициировано благотворительным фондом «Арарич», стремящимся подарить радость детям, осажденным в Арцахе, и показать, что всех детей в мире нужно защищать. С гимном Республики Арцах и молитвой «Отче наш» начинается праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Культурно-развлекательное мероприятие под названием «Маленький творец» было инициировано благотворительным фондом «Арарич». Несколько запоздалыми, но неизменными словами и программой пытались сделать День детей праздником. Дети с плакатами, возвещающими о последствиях полугодовой блокады у памятника «Мы – наши горы», адресат речей и посланий «Международная общественность». Международный фонд помощи детям Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ обращаются арцахские дети с трехязычным призывом разблокировать путь жизни, обеспечить безопасность народа Арцаха и право свободно жить на своей родине. В мероприятии, инициированном благотворительным фондом «Арарич», приняли участие также президент Республики Арцаха Рай Карутинян, государственный министр Гурген Нарсисиан и другие высокопоставленные лица. У этих детей, чье детство было прервано почти на три года, есть только одна простая мечта и желание – в любви к Арцаху они признаются языком ребенка. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok